здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит на youtube канале сегодня в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша не удивляйтесь действительно так ее ведущий эдуард грумер и геннадий повер сегодня у нас необычный эфир сегодня у нас в гостях человек которого можно назвать легендарным человек который составил а славу группы машина времени он ее был клавишником и это замечательный шоумен музыкант петр подгородецкий петр добрый вечер добрый вечер у нас день да да спасибо а я хотел бы вам выразить огромную благодарность от нас лично и от всего ради за ту возможность что вы нам предоставили побеседовать с вами все-таки у вас уже поздновато немножко нет нормально конечно же не сплю как все как многие музыканты нормальный режим для нас а петр конец 70-х начала 80-х годов это такая стопроцентная советская эстрада и вдруг а крутой поворот можно сказать такой новый поворот крутой поворот это можно сказать и образно и в действительности в машина времени а бьет рекорды по популярности а ее значит те кто в этой группе выступают и знает практически вся молодежь все кто выкается выкается музыкой вот для вас эта популярность которая вдруг на вас свалилась она была ожидаема или все-таки это был какой-то такой сюрприз до вас но группу то уже знали но знали конечно не не так не в таком масштабе нам очень помогла олимпиада как это ни странно олимпиада 80 перед которой советский союз как бы чуть-чуть дал подышать советским людям в том числе была радиостанция радио москву волсерс которая нас крутила и как благодаря которой мы стали популярны просто то есть как ты шел по улице из каждого окна звучала скажем песню поворот но да но это было неожиданно конечно конечно свалилась совершенно как снег на голову такая популярность то есть группу то в москве знали 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 в москве питере прибалтике ну те кто интересовались но такого чтобы вот вот эгигей такого конечно не было а пётр а что такое вообще советская эстрада вот вашими глазами как вы все это видели ну я в советской эстраде поработал непосредственно следующим кобзоном царство небесное так что как я это видел работа труд как над же какое качество например вот мы простые люди кто жили мои родители они смотрели выступление лещенко толку новая песню года но как мне кажется вы чуть-чуть под другим углом подходили к эстраде к музыке скажем мы мы понимаете какая штука мы к этой музыке вообще не подходили скажем так мы шли своим путем и радовались тому что мы можем этим путем идти что у нас есть такая возможность хотя были конечно палки в колеса вставляли но это не без этого но мы столкнулись советской эстрадой через сдачи программы бесконечные карнат было летовать программы да вот залитовывать была печать не что вы можете работать эту программу вот это мы столкнулись соевская эстрадой и это делали все коллективы не только мы это была то была то было такая вот история вот так Так что, я думаю, что в то время, скажем, «Ласковый май» бы не сдал программу, к сожалению. Увы. Потому что, ну, как смотреть на репертуар, но еще на мастерство исполнителей. Петр, а кого из советских композиторов вы бы могли отметить? Вот по-настоящему мелодист, хорошие песни, пускай советские, но все-таки вот вы как музыкант. Кого из советских композиторов, кто вам нравился из советских композиторов? Слушайте, да, там много талантливых людей было. И Богословский, и Минков, и, ну, конечно, Юра Антонов, и Слава Добрын. Ну, очень много. Это можно просто перечислять всех, потому что это все талантливейшие люди, на самом деле. Которые вынуждены были вот писать, ну, как бы, то, что они писали. На самом деле, у них, конечно, потенциал был гораздо больше. Гораздо больше. Ну, а что было делать? Работать же надо, кушать надо. А в 2008 году вышла книжка, сейчас я ее покажу нашим радиослушателям, я имею в виду тем, кто на YouTube-канале. Называется «Машина с евреями». Вот я ее показываю, да? Да, но не видно. Ни другой стороны. Сейчас, сейчас, сейчас мы покажем, она как-то вот... Вот так, да? Я хочу сказать, что это абсолютно великолепная книга. Бестселлер. Я бы сказал, что это бестселлер. Читается на одном дыхании, и самое главное, это с таким юмором, который, ну, я не знаю, у человека он должен быть. И вот вопрос. Почему «Машина» понятна? Почему с евреями? То есть, мы-то с братом знаем, но многие наши радиослушатели могут этому названию довольно скандальному, потому что слово «еврей» всегда у людей вызывает такое немножко, как бы, легкую такую иронию. Можете объяснить, почему с евреями? Слушайте, ну, я думаю, что «Машина с евреями» лучше, чем «Машина с жидами», правда? Ну, это да. Нет, я вам объясню. Ну, значит, когда нас пригласили работать в «Росконцерт», сначала в театрах комедии «Росконцерта», где такой пробный был шар, как пойдет, посмотреть, что это такое, что такое «Машина времени» на официальной работе. И когда мы себя там зарекомендовали, когда они поняли, что театр нам только мешает, потому что все приходят все равно на «Машину времени», и спектакли им никакие не нужны, то уже мы работали в «Росконцерте», нам дали ставки смешные всякие, и нас там за глаза, за спиной называли «Машина с евреями». Ну, потому что, ну, скажем так, у нас неевреем был, единственное, это Валерий Ефремов, он был, как же его, не «Мардвин», «Чуваш», «Чуваш», он из «Чуваш» был, он «Чуваш». Вот. И остальные все, ну, правда, Макаревич отнекивался, говорят, что он белорус, вот, сейчас он уже не отнекивается, сейчас он на идише джаз, и все нормально, и жена, наконец, у него еврейка, наконец-то. Вот. Долго он к этому шел, надо сказать. Вот. Но вот такое было, вот такое было наше, такие клички были «Машина с евреями». И когда я принес эту книгу в издательство, они говорят, да нет, ты что, с ума сошел? Уже знаю, мы не пропустим. Я говорю, ну, не пропустите, не надо, тогда ничего не будем печатать. И, в общем, я настоял на этом названии. Оно не несет в себе никакой обиды, никаких оскорблений нации. Евреи, успокойтесь, это совершенно неоскорбительное, как бы, название. Ну, так называли нас. Я, кстати, в начале книги это все объясняю, почему такое название. Так что ничего обидного в этом нет. Известно, что в советской эстраде было очень много евреев, как композиторов. Ребята, не много, а практически всех. Ну, давайте, давайте мы сделаем, значит, такую формулировку. Очень много и композиторов, чтобы не обижать других. Водопляющее большинство, за редким исключением. Вот, за редким исключением. Отличие конферансье, артистов цирка, артистов, не знаю, балета, кого угодно. А почему? А как вы считаете, почему? Ведь был государственный антисемитизм, это известно. Вы знаете, при государственном антисемитизме, давайте, скажем так, кто делал революцию 1917 года? Там тоже было очень немало евреев. И дальше, и дальше, и дальше, если мы проследим всю историю СССР, то там, извините, тоже сплошные евреи. Везде. И в руководящей партии, и на ведущих постах, с другими фамилиями, с русскими, как угодно, с отчествами. Ну, если копнуть, раскопать, так, чтобы при вот этом, как бы, антисемитизм никуда не делся. Он живет, он, так, знаете, иногда вспыхивает, иногда утихает, но он продолжает жить, к сожалению. Но, как-то, мне кажется, евреям это уже абсолютно до лампочки, потому что все научились с ним жить. А среди знаменитых... Да, да, говорите. Если, конечно, никаких тут грубых форм, ни выражений не достигает. А вот среди знаменитых певцов, к примеру, да, не называя фамилии, были открытые антисемиты, или они, в принципе, не могли быть, потому что, как мы уже говорили, и поэты, и композиторы, и... Подавляющее большинство. Да, подавляющее большинство исполнителей были евреи. Слушайте, есть такое утверждение, что самые крутые антисемиты, это сами евреи. Ну, возможно, да. Да. А давайте теперь поговорим о... Будем считать, что это такой анекдот. Да, ну... На самом деле, я не сталкивался с этим, я не знаю. Были крутые антисемиты там в руководящих постах, и всем это было известно, но как чтобы свои? Нет, вряд ли. Вряд ли. Окей, Пётр, давайте перейдём теперь к основному человеку машины времени, Андрею Макаревичу. В книге его образ написан вами достаточно неоднозначно. Мы к нему, простые люди, смотрели на него как на икону. Это правда. Я думаю, что если опросить из десяти, то девять вот так вот и относились. У вас в книге... Вы зря это в прошлом времени говорите. Я думаю, что многие на него и смотрят. Да, и с этим могу согласиться. Ну, вот у вас неоднозначный образ Андрея Вадимовича. А вы могли бы кратко вот рассказать о нём как о человеке? Вот вы с ним работали достаточно долго. Ваше вот видение его. Те, кто не читал ещё книгу про... Слушайте, ну что значит неоднозначный образ? Я просто описывал нашу жизнь. Там ничего нету, как бы сказать, ни слова неправды. Да, там всё как было, так и есть. Вот все те моменты, которые были, они описаны честно. Вот. И я могу их слово в слово повторить до сих пор. То есть это, как бы, ничего. Тут, понимаете, какая штука. Это не я про него неоднозначно пишу. А он сам неоднозначный человек. Как очень талантливый человек, несомненно. Ну, понимаете... Ну, не может быть в человеке всё прекрасно. Он к этому должен стремиться. Ну, не факт, что это всегда так и есть. И я неоднозначный человек. Очень даже. И мы все неоднозначные люди. Ну, как? Всё же перемешано в человеке. И говна хватает, и хорошего хватает. Ну, о чём вы? Тут как я могу о нём говорить? У меня к нему очень хорошие чувства. Очень добрые, на самом деле. И я ему очень благодарен за те песни, которые он мне написал. За те тексты, которые он мне написал. Это, конечно же, талантливо. Это, конечно же, талантливо. Вот. То, что он сейчас делает, ну... Это его личное дело. Многое мне не нравится. Многое неплохо. Пётр, а в середине 90-х годов я боюсь просчитаться с годом, вы приезжали в Чикаго. Будем так говорить, машина времени вместе с вами приезжали в Чикаго. Я очень хорошо помню этот концерт, потому что на него ходил вы приезжали с Ириной Отеевой. Она выступала в начале, я не знаю, как бы... На разогреве. На разогреве, может быть, немножко по отношению к ней грубовато звучит. Но она выступала в начале. И я помню ощущения людей, сидящих в зале, которые ждали уже, чтобы вот она закончила своё выступление, и ждали... Наконец-то выйдут машинисты. Выступит машина времени. Я помню тот шквал, как говорится, даже не гордости, а вот этого радости, когда увидели всю группу в полном составе. Скажите, вот был ли в вашей жизни какой-то концерт, который бы вот оставил, как бы, отпечаток такой? Вы его до сих пор вспоминаете и в плане... Ну, количества... В творческом. В творческом и в плане того, как это проводилось. Ой, ребятушки, ну... Я за свою жизнь столько концертов отыграл. Вы знаете, ну... Я вам скажу так. Я вот тот концерт чикагский. Не в обиду никому. Я его не помню. Вот... Я даже не помню, что мы с Сотиевым... Сотиевым туда приезжали. Да. Вот я клянусь. Я только помню, что я ездил из Чикаго в Цинциннате к своему другу армейскому. Кстати, привет ему огромный. Алик Козловский и Мариночке, его супруги тоже. Они живут в Цинциннате. И мы... Они меня из Чикаго забрали. Они приезжали на... Вот это... Это мое впечатление от этого концерта. Понимаете? У нас с вами... Мы по разной стороны занавеса. Понимаете? Занавес. У вас одно впечатление. У меня совершенно другие. Для меня... Вот... Вот это все... Бесконечный калейдоскоп залов, людей, площадок, площадок, городов. Понимаете, да, меня? Да, конечно. И где-то побывал не единожды. И где... Я помню... Для меня, например, наиболее яркий такой был концерт. Серия концертов. Это когда Кобзон нас пригласил работать в Москонцерт. Когда мы... Я это описываю тоже. Когда мы ушли из Росконцерта. Он нас взял под Крылов в Москонцерт. И он уговаривал директора Москонцерта. Он говорит, ну, слушай, ну, давай возьмем... Ну, ребята кассовые, все нормально, что... Он говорит, ну, ты за них отвечаешь, типа? Ты готов работать с ними? Он говорит, да. Ну, все, давайте, езжайте. Вот ты и... Ему директор Москонцерт говорит. Ты и машина времени. В Пензу. И мы работали, значит, в Пензе. По два концерта. Это мы работали. Два. Кобзон работал четыре. Что было понятно. Он успевал еще между этими двумя. После первого концерта. Он первый работал первое отделение. Потом садились они в автобус. И уезжали еще по местности. Там работали еще два концерта. И на первое отделение, на второе концерт они не успевали. И он говорит, ну, да ничего, не проблема. Я второе отделение отработаю. Ну, мы тогда же между собой ехидничка так посмеивались. Думая о том, что, ну, кто же останется-то, типа, мы же звезды, мы сейчас. И все, все встанут, уйдут. Ничего подобного, ребята. На Кобзона остав... Ну, уходило, может быть, человека два-три. Со стадиона. Остальные все оставались. Поэтому, понимаете, тут, если артист хороший, и все сидели в первое отделение, слушали на первом концерте, и потом, хотя ждали нас, понятно, но все с уважением относятся. Понимаете, тут зависит от уровня артиста. Чем артист выше, чем он может взять публику, чем он профессиональней, чем вообще разницы нету никакой, понимаете. Поэтому, ну, для меня вот эти концерты отпечатались. Американские для меня интересные были, это, по-моему, не середина 90-х, это, по-моему, одна из первых поездок в Америку. Мы же несколько раз там были, и в конце уже 90-х, ну, в смысле машины и после меня там бывало. А со мной, значит, ну, раза три, наверное. И первый раз мы прилетаем в Нью-Йорк, нас встречает пара ушлых ребят. Вот не хочется национальность обвинять, но вот, понимаете, да, какие-то ребят, которые нас катали, значит, часть, часть катали. Они катали Нью-Йорка, по-моему, Бостон. И, а мы такие, первый раз в Америке, мы как бы не ждем подвохов никаких. И тут вдруг мы селимся в гостиницу, к нам подходит один из них, говорит, ребятушки, такая вот ерунда, это самое, наличные не принимают. Есть у кого-то из вас карта? Ну, у нас у всех были карты, но как бы все так скромно промолчали. А Саш Кутиков по доброте душевное, он говорит, у меня есть. Он говорит, можно я с вашей карты вот сейчас заплачу, мы вам вечером отдадим. Он говорит, ну, пожалуйста. Он дал карту, нас поселили в гостинице, и мы с Сашей пошли гулять. Это все было на Манхэттене. И мы пошли гулять по музыкальным магазинам. Он нам искал колонки себе в студию. И нашли мы, значит, студийное оборудование, колонки, все, как он хотел. Он не говорит на английском. Я говорю, слабо, но объяснить могу, да, и как бы общаться могу. Вот. Он говорит, слушай, ну, давай, я вот хочу взять. Ну, я договорился, мы берем колонки. А они говорят, вы как будете оплачивать наличными, чеком, значит, там, карточкой. Я говорю, мы карточкой. Говорят, Сань, давай карточку. Он дает карточку. Знаете, американцы жвездливые люди, да, как-то так принято. Было, во всяком случае, тогда. А они говорят, сэр, извините, а у вас нет другой карточки? Я говорю, что такое? Ну, может, у вас есть другая карточка? Мы говорим, да, вроде как нет. В общем, выяснилось, что денег у Саши на карточке уже не осталось. А там было тысяч 15 долларов лежало. А история-то в том, что... Мы, кстати, этих ребят-то больше не видели. Мы отработали концерт как бы по автомату и в Бостоне. А без них. Их уже никто не видел после этого. Вот, а выяснилось, что в сговоре, значит, с портье, ну, службу, которые селят, да, заселят, они сняли просто все деньги с его карточки и все. Мы позвонили. Дело-то в том, что у нас-то день, а в России ночь. Поэтому до банка мы дозвонились только ночью. Там все выяснилось. Но колонки Саша так и не купил. И потому что деньги ему вернули только уже по приезду. Ну, такая вот история была веселая. Первый раз. Петр, в продолжении вот то, что Эдуард говорил, я помню этот концерт, мы все были вместе, очень понравилось. Ну, вот я вам приведу свое впечатление. На заднем плане сидит невозмутимый ударник. Даже грустноватый такой, напряженный. А впереди стоят два гитариста в стиле Битлз, Александр Кутиков и Андрей Макаревич. Достаточно профессионально работает. А вот между ними стоит и играет на клавишах веселый такой музыкант, который успевает приплясывать, правильно в ноты попадает, подпевает в каких-то там, где... А вы же забыли еще Женю Маргулис? Да, Женю Маргулис, да. Ну, Женя Маргулис тоже не совсем веселый. А вот вы сами были такой вот клавишник подгородецкий, веселый. Скажите, а музыканту обязательно надо быть с юмором? А чувство юмора присуще всем музыкантам? Или это отдельное качество? Вы знаете, я не знаю насчет всем, не всем. Во всяком случае, американские музыканты многие с юмором. Я со многими общался за свою жизнь. И просто великолепное чувство юмора. И как бы... Не знаю, видимо, зависит от того, какой музыкант. А как в машине было с чувством юмора? Кто сам... Вы знаете, в машине, в машине, в принципе, за... В обычной жизни все было замечательно с чувством юмора. У всех оно присутствовало. Просто... На концерте... Понимаете, какая штука? Они считали, что они делают серьезное дело. Это серьезное дело. Мы же серьезные музыканты, типа. Мы же серьезная группа, вообще. Как-то надо серьезней. Но серьезней только Кобзон был. Серьезно. Потому что у меня был такой случай на Кубе. С Кобзоном. И туда же поехали... Там был фестиваль молодежи. С СССР Кубе. И туда поехал Кобзон. И туда поехали еще лицедеи. Это было еще в 80-е годы. До моего второго прихода в машину времени. И... А я с лицедеями знаком с 80-го года. С первой нашей питерской поездки. И мы просто там веселились. Бесились. Бассейн прыгали там сальто. Всякие крутили. И меня Кобзон подозвал. И... На полном серьезе говорит. Петр. Вы же работаете в серьезном коллективе. Вы ведите себя соответственно. Понимаете. Да. Это не концерт было. Это вот просто вот в гостинице. И вот приблизительно так же у них, наверное, тоже такое отношение было на сцене. Понимаете. Для того, чтобы веселиться и вообще что-то делать хорошо. Надо уметь это делать хорошо. Надо быть профессионалом. К сожалению, мои коллеги по машине времени профессионализмом не отличались. Поэтому им просто было не до этого. Им бы как бы сыграть, что надо сыграть. Вот. А Валера, он всю жизнь такой. Он до сих пор такой. Хмуровато. Сам себе. Мы сейчас... Петр, мы сейчас уйдем на рекламную паузу. И потом продолжим. Не отключайтесь. Очень интересно. Спасибо. Хорошо. Нет. Пожалуйста. Мы возвращаемся в программу Политинформания радиостанции «Народная волна Чикаго». Ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с российским музыкантом, бывшим клавишником группы «Машина времени», человеком очень энергичным и веселым, замечательным музыкантом Петром Подгородецким. Легендой. Петр, вы с нами? Да, конечно. Я даже вспомнил кое-что еще, свои впечатления. Пожалуйста. Об американских гастролях, кстати, но одних из первых. Потому что для нас тогда было неожиданно, когда у нас первую поездку, у нас были залы церкви, залы школы, предположим, зал школы. И нас тогда, конечно, поразило, меня лично, например, поразило, какое вообще техническое оборудование стоит в американских школах и в американских церквях. И как бы просто, ну, такие центры культуры получаются. Вот нам этого, конечно, не хватает до сих пор. Увы, ах! Петр, говоря о Иосифе Кобзоне. Человек абсолютно неоднозначный, человек, великий певец, талантливый. Вот вы с ним работали какое-то время, по-моему, несколько лет, да, в его коллективе? Два с половиной года, да. Два с половиной года. Скажите просто ваше впечатление о нем как о человеке, не касаясь его творчества. Вот какой он был человек? Вы знаете, я ничего плохого о нем как о человеке сказать не могу. Я с ним бизнесом не занимался, я с ним общался. Он, конечно, противоречивый человек, многосторонний, многогранный был. И со многими талантами, в том числе и к бизнесу, и умение общения с людьми. Он с Улейми общался на любом уровне, совершенно спокойно и уверенно. И я просто прекрасно знаю, сколько хорошего он сделал очень многим людям. Очень много хорошего. И очень многие люди его вспоминают добрым словом. Для меня это достаточно. Хотя я много чего видел, я, собственно, делал ему студию, его, как сказать, на его базе, да. Эта база была не только музыкальная, а была для всего. И там, но это, знаете, для меня это абсолютно не важно. Для меня не важно. И даже то, что он продолжал общаться, скажем так, с некоторыми криминальными авторитетами, когда его все в этом упрекали, он говорит, ну, слушайте, я с ним дружу, там, столько-то лет, мне что теперь, эту дружбу забросить? Или когда его упрекали, когда он дружил с Аушевым, ну, вот, ты там с генералами дружишь, там. А я был свидетелем, это же в Афганистане все было, когда они познакомились. Аушев лежал в госпитале раненый, и никакой он еще не был, ни генерал. Летчик просто. Так что, понимаете, это вот человек умел дружить долгое время, и абсолютно не только с нужными людьми, с разными людьми, и не его, как бы, беда, вина, что они потом поднимались, поднимались по жизни, становились весьма заметными в нашем обществе. Просто так происходило. Петр, вы... Отпредел людей, он как-то умел выбирать хороших людей. Вы дважды уходили из группы, и, опять же, возвращались в машину времени. Какие главные разногласия все-таки были у вас с Андреем Макаревичем? Это были просто творческие разногласия? Или другого плана? Или другого плана? Ну, первый раз, первый раз, это был 82-й год. Это все из-за фильма «Душа». Я это тоже описываю в книге, и мне очень не понравилось, как Андрей себя повел в тот момент. Потому что у нас из-за съемок в фильме летели летние гастроли практически все. То есть у нас там получались съемки, за это мы получали какие-то копейки, за эти съемки. А Андрей получал авторские за музыку к фильму. За музыку к кино платят неплохо. И заметьте, не я, а Саша Кутиков на одной из репетиций предложил, Андрюша, может, ты получаешь авторские за кино? Может, давай как-то поделим на всех? Потому что мы оставимся без работы на все лето из-за этого кино. Андрюша сказал, да. Давай. А на следующую репетицию он пришел и сказал следующую вещь. Вы знаете, ребятушки, я тут задним умом подумал, а че это я с вами должен делиться? Это мои песни. То есть юридически он прав. Тут действительно все его, его музыка, его слова, его авторские, никто не спорит. Ну, ты сказал бы это сразу. А тут ты пришел. Понимаете, чисто по-человечески это было некрасиво. И я тут же сказал, ребят, все, я ухожу. Потому что мне, когда меня звали в коллектив, мне говорили такие высокопарные слова, мы делаем одно общее дело, у нас команда, мы все вместе, мы один за другого, все за одного. А тут выяснилось, что оказывается не совсем так. И я ушел. Меня поддержал Мелих Пашаев, который обиделся на Андрея из-за того, что тот подумал, что его ограбление это дело рук Аванеса, что он навел на квартиру. Это история. Это история, да, интересная. Все, кто знают Аванеса, А ему 70 лет исполнилось на днях, я его, кстати, поздравляю, Саш Котикову, кстати, сегодня 69, тоже можем его поздравить. Да, обязательно мы поздравляем от имени нашей радиостанции. Вот, и как бы я понял, что что-то ребята тут не совсем все так. То есть, для меня какие-то слухи доходили тогда, почему ушли к Авагою с Маргулисом, приблизительно по этой же причине. Ну, потому что действительно история была такая, что Андрей приносит какой-то материал совершенно сырой, неинтересный, и из этого ГЭ мы все вместе делали конфетку. Понимаете, да? Да, ну, конечно, конечно. Вот, и... А тут, ну, я автор, я же автор, я должен получать все. Не вопрос. Кстати, мой второй приход, в 90-е годы этот вопрос уже не стоял, потому что все это прекрасно уже знали, все прекрасно понимали. И чтобы, как бы, не ссориться уже из-за этой ерунды, уже нормальность. Вот, а второй раз, ну, ребята, я просто с 95-го года, практически до момента, когда меня попросили из коллектива, я просто подсел на наркоту, и причем подсел так на кокаин, я подсел очень серьезно. Вот, и пять лет я сидел на куксе, и к концу пятого года это было уже тяжело терпеть. Я их понимаю прекрасно. Вот, другое дело, что это сделано было, опять же, некрасиво. Когда тебе, когда все уже знают, что вот мы сейчас отработаем 30-летний концерт, все уже договорились друг с другом, все уже репетируют с другим клавишником, мы отработаем сейчас 30-летний концерт, и потом на следующий день его вот, и, собственно, ладно, ну, хорошо, приди глаза в глаза, скажи, или позвони сам, а когда тебе звонит директор, тоже уже, к сожалению, его нету, Володя Сапунов, это старший брат Андрея Сапунова из Воскресенья, и звонит Володя и говорит, с Володей, тоже потом позже поступили так же, звонит и говорит, Андрей просил тебе передать, что коллектив в твоих услугах больше не нуждается, вот вы меня спрашивали, какое у меня отношение к Макареичу, вот такое у меня отношение к Макареичу, опять же, талантливейший человек, замечательный поэт, написал, я ему благодарен за все песни, есть нюансы, но есть нюансы, да, как говорится, поэтому что, ну, понимаете, для меня это безделоватость человеческая, понимаешь, это отсутствие смелости подойти и сказать, чувак, спасибо тебе, мы 13 лет отыграли, ну, блин, мы уже невозможно все это терпеть, давай, до свидания, ну, все, никаких претензий, вообще никаких вопросов, все понятно, но вот таким образом, ребята, ну, вы меня простите, это говно, называю вещи своими именами, я не знаю, по-моему, это слово литературное, литературное, сейчас уже литературное, вот и все, так что, вот так вот, Петр, вы в начале 2000-х годов, или в начале, или в середине, ну, в начале 2000-х годов, вместе, к сожалению, покойным романом Трактенбергом, выпустили замечательный альбом, называется «Моржи», «Моржи». «Моржи». Почему вдруг вы решили с Романом Трактенбергом выпустить вот этот вот альбом? Вы знаете, эта история очень веселая, потому что я как-то, кто-то меня, я о нем ничего не знал, он же до Москвы был, вообще, героем Питера, вообще, то есть, звездой просто Питера, такого кабарешной, настоящей, и меня кто-то, и он переехал в Москву, и меня кто-то затащил, кто-то из друзей затащил к нему на концерт, естественно, познакомил, а он очень такой деятельный, деятельный парень был, к сожалению, да, был, и он тут же, он говорит, о, я о тебе думал, давай сделаем альбом, давай сделаем вот альбом еврейских песен, дуэты, значит, все, все вот это вот, шоу сделаем, кстати, он меня сподвиг на написание книги потом, позже, потому что я вообще ленивый человек, мне это, мне это было вообще неинтересно, он меня притащил в издательство, потому что он сам там печатал свои книги, это питерское издательство, и у них есть филиал в Москве, и, как бы так, что вот, эта книжка, книжка, это его, заслуга тоже, и вот он, он был, собственно, зачинщиком, более того, он раскапывал тексты, он привлек какую-то свою знакомую еврейской национальности, причем такую, филолога, и она делала переводы, это ее переводы, то есть там как-то все, серьезная была работа, достаточно долгая, серьезная, но я получал огромное удовольствие, честно говоря, некоторыми аренджировками я даже горжусь. А, Петр, а вот есть такое расхожее клише, что художник должен быть бедным, музыкант должен быть бедным. Да вы знаете, вы задумали, у нас 99% музыкантов бедные все, ведь достигают успеха в этой области очень немногие, очень немногие, вот, я не считаю, что музыкант должен быть бедным, мне не хотелось бы так думать, но, к сожалению, так получается, тем более сейчас, когда очень мало работы, и музыканты, конечно, берутся за все, что не поводят, чтобы просто выжить, чтобы как-то кормить семьи, и это жуткая ситуация, я не знаю, как в Америке, но когда я в начале где-то двухтысячных с женой в Триланде встретил потрясающих американцев, музыкантов, которые играли в одном из баров, на маленьком острове Самуи, или Самуи, я до сих пор не знаю, как правильно, и вчера просто у меня челюсть отвисла от того, как они играли, я потом с ними познакомился, и три дня с ними играл вместе, а там, дело в том, что певица пела на бэках у Ричардза, значит, гитарист играл еще с Джексонс Файв, у меня знакомого уровня люди, ну, в общем, все black, один только барабанщик, белый, вот, но это потрясающие музыканты, и когда я их спросил, ребята, вы такого уровня музыкантов, вы что здесь делаете, ты, в Восточной Азии, они, и они мне, это в начало двухтысячных, они сказали, ты знаешь, а в Америке музыка, типа, закончилась, нормально, там попса одна, а здесь вот эту музыку любят, здесь ее никто не умеет играть, и они не вылезают из Юго-Восточной Азии, они то, они в Китае, то, они в Гонконге, то, они в Таиланде, то по пятизвездным отелям, вот так вот все, и для меня это было, конечно, я понял, что не только у нас плохо, музыкантам хорошим, но и везде так оказывается, вот, Петр, так что нет, такая профессия, что делать, а в современном, ну, уже поздно ее менять, то уже, уже как бы, нет, не меняйте, нет, не меняйте, оставайтесь с Петром Подгородецким, я не хочу, а вот в современном шоу-бизнесе, российском, а есть какие-то интересные, интересные исполнители, интересные музыканты, на которых вы, вы бы могли сказать, ребята, обратите на них внимание. Вы знаете, я, не знаю, к стыду к своему или к радости, я как-то совсем не интересуюсь современной российской эстрадой, честно вам скажу, знаю, что, конечно, есть, наверняка есть, я не могу сказать, на кого обратить внимание, это вам надо обратиться, к Жене Маргулису, у него есть программа телевизионная, квартирник у Маргулиса, и он туда приглашает очень многих, и среди них, в том числе, какие-то ребята молодые, интересные, но у нас же, понимаете, у нас вся музыка в мире сейчас идет по пути, как бы такой, как бы это сказать-то, стандартизации, абсолютные, абсолютные, и она становится более превентивной, более простой, и кто кого уже копирует, уже, что называется, без стакана не разберешься, вот, поэтому, ну, мне это, зачем мне это, я уже все равно не смогу, так как они, и, а если смогу, то из моей публики никто не поймет, зачем. Петр, а как вы вообще, вот, у нас передача, мы часто говорим о политике, как вы вообще видите сегодня современную Россию, вот, история Навального, история того, что Путин продлил свои каденции до 36-го года, вообще, вот, если вы этим, может быть, интересуетесь, 36-го года, это вы, это вы подождите, он дальше еще тоже продлит, он же посмертно, я думаю, продлил уже, пожизненно, скажем так, да нет, понимаете, какая штука, я думаю, что я отношусь так же, как и весь нормальный мир к этому относится, с ужасом, и с ужасом от того, что, к сожалению, мне приходится в этом жить, вот и все, уезжать в моем возрасте, ну, уже смешно, и здесь я хоть кто-то, хоть чуть-чуть кто-то, а куда бы я не уехал, я там ноль, без палочки, ну, и смысл, А должен ли вообще музыкант выражать свою общественную позицию, политическую позицию, или вот его задача, будем так говорить, петь или играть? Да. Я думаю, что это на усмотрение музыканта, вообще на усмотрение любого человека, не только, это практически не относится, кто-то выражает свою позицию, кто-то молча это все терпит, кто-то не терпит, кто-то валит, кто-то вообще не понимает, что происходит, кто-то с пеной у рта, у меня есть мои коллеги знакомые, которые с пеной у рта за Путина, и за Крым, и за все вот это вот, есть такие люди, я с ними, я стараюсь в их присутствии даже эти темы не поднимать, мне не хочется терять друзей, потому что они хорошие люди, нормальные, понимаете, честные работяги, кто-то этим занимался, кто-то тем занимался, кто-то музыкой, кто-то торгует инструментами музыкальными, ну, ну, у человека такое мнение, ну, что вместе с ним теперь, драться или стреляться, ну, у нас общество, конечно, разделено на два лагеря, совершенно четко, и это плохо, вот эта вот вся истерия военная, вот эта мракобесия, вот это, оно, конечно, уже достало невозможно как, я очень надеюсь, что мы не вляпаемся опять в какую-нибудь войнушку, очень надеюсь, что все-таки, может быть, я все-таки надеюсь, что хоть одна извилина еще осталась, наверху, что все-таки какой-то разум остановит все вот это, Петр, хотел бы вам задать три коротких вопроса, а вы коротко на них отвечаете, хорошо? Хорошо. Бах или Дунаевский? И то, и другое. Но все-таки. Не, ну, Бах у меня в детстве, с детства любимый композитор, и Дунаевский с детства любимый композитор, старший. Да, да, да. Хотя и Мончик тоже, кстати, хорош. Скажем, Луи Ам Стронг или Абба? Ребята, это некорректные вопросы. почему? Это дело вкуса. То и другое. Ну, как? Ну, это, это, и этот гениальный музыкант, и те гениальные группы. Как можно, вот, выбрать что-то одно? Я не могу. Не, если, конечно, считать по женщинам, то блондинушка, конечно, она перевезет. Это понятно. Но все равно, великий, великий Луи, это, ну, что вы. Хорошо. А вот Стругацкий или Булгаков? То же, то же, то же. И то и другое, да? То есть, вам нравится, вы любите и то. То же и то и другое. Нет, тут нет, тут я не выбор, не. Хотя, конечно, когда я был помоложе, это был, конечно, Булгаков, без сомнения, но потом постарше, Стругацкий, там тоже, там надо же прорваться сквозь вот эту вот пелену фантастики, как бы, и понять, что, что человек хотел сказать. Не, 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 и то и другое, нет. И то за другой. Музыканту, любому музыканту важно изучать классику, слушать классику. Вообще иметь образование. Иметь классическое образование. И вот именно формировать свой вкус на классической музыке. Мое мнение, что да, но, например, многие моего мнения не разделяют. Приводя пример многих известных музыкантов, которые, которые не получили классическое образование. Но, я считаю, что, знаете, основы никогда не мешают. Если ты знаешь основы, то ты можешь разобраться во всем остальном. А классика, это то, на чем, ну, в ней есть все. В ней есть все. Там и джаз есть, и рок есть, извините, и тяжелый рок есть. В классике. Да. Поэтому, ну-ка. Петр, последний вопрос, к сожалению, заканчивается передача. Что нас ждет за поворотом? Надеюсь, что мир, счастье и любовь. Очень на это надеюсь. А мы можем рассчитывать на то, что вы в паре, не знаю, с любым талантливым музыкантом выпустите еще пару альбомов? И приедете в Чикаго? Я с удовольствием приеду не только в Чикаго, вообще в Америку. Я там давно не был. Просто никто не зовет, никто не приглашает. Если вы устроите какое-то приглашение, с удовольствием посещу. Вот. Она по поводу альбомов не знаю. Как ему будет там виднее, захочет, значит, выпустим чего-нибудь. Не захочет, но не выпустим. Есть, и самый короткий, мы все-таки время быстро идет. Если вдруг на очередной юбилей машины времени Андрей Макаревич вам позвонит и скажет, Петя, давай мы воссоединимся ради большого концерта, ради большого дела. Вы примите его предложение? Такого предложения просто не будет. Я вас уверяю. Это из области фантастики. Так что не надейтесь. Спасибо. Спасибо вам огромное. Доброе, Америке, привет. Спасибо. Спасибо вам. Надеемся на продолжение разговора. Всего самого лучшего и берегите себя. Еще раз спасибо. До свидания. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...